Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games. Друзья, вы знаете, что мы с вами любим играть в NHL, серию компьютерных симуляторов про хоккей. И совсем недавно мой главный админ в паблике, ссылка, кстати, есть в описании, написал мне о том, что Wabon, а почему ты до сих пор не поиграешь в NHL-09? Ведь в этой игре есть полностью лицензированная российская хоккейная лига. И я сразу вспомнил, что да, действительно, я же очень много времени посвящал NHL-09, в которой играл за наши клубы. Но только вся проблема была в том, что у меня нету на данный момент этой игры. Хоть я и достал запылившуюся свою PlayStation 3, на которой как раз-таки этот симулятор и выходил. Но диск, где же его взять? И тут я вспомнил, у меня же есть отличные друзья Texas Games. Это магазин, в котором продаются консоли и игры для ретро и современного гейминга. Я тут же набрал ребяткам, спросил пацанчики, а у вас есть NHL-09? И они сказали, Wabon, для тебя, конечно же, есть. Спасибо, парни, я ссылку оставлю на них в описании. Группа ВКонтакте, они находятся в городе Волгограде по адресу рабоче-крестьянская 27. И если вы что-либо хотите приобрести себе для игр на консоли, то обязательно обращайтесь к этим парням. Да-да, вот он диск, вот она, та самая надпись. Все клубы российской суперлиги. Это невероятно круто. А еще эта игра получила 7 наград и названа лучшей спортивной видеоигрой в те годы. Короче, идем и смотрим лучший хоккейный симулятор, по мнению многих, за всю историю серии игр NHL. Кстати, ребята из Texas Games подогнали мне еще несколько ретро-хоккеев. Я вам сейчас их все не покажу. И вы напишите в комментариях, вы хотите еще видеть обзорчики на ретро-игры, в которые, возможно, вы до сих пор играете или хотели бы вернуться и поиграть. EA HD, то есть в HD-качестве. Вау! Копитар, еще молодой здесь. Ну давайте, 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 к чему, к чему же мы сейчас с вами сразу обратимся. Для начала я хочу вам показать режим тренировки, насколько круто он тут реализован. Вы просто посмотрите на Павла Дацука с его рейтингом 91. Да, вот это было круто. Паше тут только 30 лет и прям, знаете, так аж гордость берет. Хочу попробовать сейчас как раз-таки за Павла потренироваться. Ну и вот я вам показываю, какая тут есть тренировка. Единственное, я уже, конечно, запускал игру. И очень жаль, что я не могу вам показать, как меня приветствовали. То есть комментатор прям русским языком рассказывал мне, что привет, ты первый раз зашел в игру. Тебе надо обязательно потренироваться. Бери игрока и пробуй. Ну то есть все на русском, все объясняется, все очень здорово. Вот. И невероятно круто. Сейчас я, конечно, нереально пока плохо бросаю, да. Но сейчас я настроюсь хорошенько. Короче, такой анимации даже вот в NHL 20 сейчас нету. Это печально, друзья. Мне прям это не совсем нравится, потому что я вот хотел бы вот такие вот бросочки, например, поделать в современной игре, потренироваться. То есть это классная штука. И здесь мы можем с вами отрабатывать и броски, и точность прицеливания. Мне прям очень вот это понравилось. И когда это в начале игры. И как-то это все выглядит совсем как будто бы по-новому. Отлично. Дацук очень круто бросает. Я думаю, вы сами это знаете. Ну да ладно. Пришли мы сюда не за тем, чтобы с вами смотреть на тренировки, а за тем, чтобы изучать чемпионат, который называется Российская Лига. Это что-то с чем-то. И смотрите, какие тут клубы. МВД ХК, которых уже, к сожалению, не существует из Балашихи и их рейтинги. Дальше. Локомотив Ярославль. И здесь, друзья, есть, да, те самые парни, которые, как говорится, к сожалению, погибли в авиакатастрофе. И вот за Локомотив я, возможно... Но я не знаю, пишите в комментариях. Может быть, вы захотите, чтобы я провел какой-то турнир за какой-то из клубов. То есть я бы хотел от вас получить максимальную отдачу по этому ролику и понимать, хотите ли вы видеть на канале прямо вот сезон, скажем так, в Российской Лиге. Лада. Хоккейный клуб, который сейчас играет в дивизионе пониже. СКА со старым логотипом. Как же это круто. Спартак Москва. Металлург Новокузнецк. Это вообще что-то с чем-то. Команда тоже. Ждем ее, скажем так, возвращения на высокие Олимпы. Торпеда Нижненовгород со старым логотипом. Нижникамск. Нефтехимик. Тоже логотип старый. Химик. Команда, которая уже вообще не существует, насколько я помню. Металлург Магнитогорск. Старый логотип. Акбарс. Просто сумасшедший. Сейчас я вам включу Акбарс в такой состав, ребята. Витязь. У Витязя уже современный логотип. Вот такие тут есть команды. Это просто что-то с чем-то. Это официально. Никакая не патчевая версия. Это официально. Вот такая игра в 2009 году выходила. Это очень круто. Значит, я хочу вам показать Акбарс. А играть Акбарс у нас, давайте, будет против. Ну да, давайте возьмем, наверное, Авангард. Вот они самые сильные команды по рейтингу. Естественно, формы все соответствуют стандартам. Ну и поехали. Посмотрим. Матчик немного поиграем. Это такой будет мини-обзор. Ну а еще раз вам напоминаю, что если вы хотите целый турнир, целый, скажем так, сезон за одну из команд. Или каким-то другим, может быть, образом, чтобы я подольше поиграл в эту часть игры, то пишите в комментариях, за кого я предлагаю свои идеи. Я с удовольствием, друзья, сделаю целую вот серию роликов про эту игру, потому что она крутая. Сейчас вы просто увидите, как выходят игроки. Вот смотрите, это начало игры. Играет Гимн России. Как же это круто! Ярамир Ягар, вы видели? Что? Многие скажут, это невероятное что-то. Смотрите, какие заставки. Мы уже с вами отвыкли и привыкли к одному и тому же несколько лет подряд. Какие раньше были заставки? Смотрите, нам представляют хоккеистов. Это вообще что-то с чем-то. Поехали. Бросок! И сразу тут у меня был опасный момент. Данис Зарипов в Акбарсе. Дамы и господа, щелчок. И, наверное, он еще тут не за рядом играет, потому что этих клюшек не существовало на тот момент. Морозов! Морозов в Акбарсе. Ой, не туда, передачу чуть-чуть отдал. Не совсем привычное управление. Понятно, что игровая механика очень сильно поменялась за это время. Мне непривычно. Я всего лишь, друзья, до этого поиграл несколько минуток, чтобы проверить, как работает вообще эта игра. И нужно, короче, привыкать. И я думаю, что наоборот, даже будет интереснее смотреть дальше, если вот мы сезон с вами какой-то проведем, как это будет выглядеть и насколько это действительно круто. Так, поехали. Вот так вот входим в зону. Оп, оп, оп. Тут финтов. Я не знаю, как что делать, как кого обыгрывать. Очень грамотно защитники располагаются. Так, Никулин это был, да? Да, да, да. Никулин щелкает и гол! Гол! Вот так вот! Забиваем. Там, по-моему, подставление было. Давайте посмотрим. Никулин щелчок. Да, наверное, было там на дальние штанги подставление. Смотрите, какие повторы. Вот слоумо. Вот вам слоумо. Подставление, естественно, было. Вот оно то, что сейчас только ввели. Ой-ой-ой, как опасно! Вау, Попо бросает, ну, на месте. Входим. И ближняя девятка штанга! Роберт Эш в воротах Акбарса. Здорово. Да, здорово. Передачка! Бросок! На месте голкипер. Ой, в касание! Бросок! И добивать можно было. Свитов! Вау! Вот и он щелкает. Да, какие же имена здесь играют. Слушайте, это прям очень круто. Невероятно здорово играть. Вот Никитин в хоккей, который, ну, ты помнишь, тогда, ну, вообще отношение было чуть другое. Российская хоккейная лига мной тогда смотрелась намного чаще. И я прям следил за многими из команд и помню, как за ХК МВД прибаливал даже. Короче, это невероятно круто. И вот такой сейф Эша. И первый период заканчивается, друзья. Ну, и я думаю, что я сейчас вам покажу, как вот выглядят уходы команд. Повторы после. Ну, тут штанга и в наши ворота была, и в наш гол повторяют. Все прикольно сделано. И даже как-то в 2009 году, кажется, болельщики живыми выглядели. Они, может быть, и повторяют частенько одинаковые движения. Но все равно это не выглядит, как игра, которой 10 лет. Это же вообще что-то с чем-то. Поэтому мне кажется, что это очень играбельно. Сейчас даже смотрибельно. Есть вот ретро какая-то предрасположенность к игре. Смотрите, какие уходы команд. Тут еще есть моменты, когда тренера общаются, подсказывают. Короче, это очень круто. Мне нравится. Я невероятно доволен. И хочу, чтобы вы проголосовали за продолжение вот какой-то карьеры. Может быть, за кого-то из клубов. Чтобы я получил как можно больше удовольствия от игры. И вы, естественно, от просмотра этих роликов. Поэтому давайте, ребятки, пару тысяч лайков. Очень прошу, потому что я старался, достал для вас. Все сделал. Сейчас как раз-таки актив ваш очень необходим. И я думаю, что раз мы любим КХЛ на этом канале, то давайте его здесь показывать. Ну и буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А я сейчас попробую еще один гол. Забить не получилось. И, друзья, увидимся. Там инстаграм мой еще есть в описании. Так что и на него подпишитесь. Кокей. Это наше все. Всем еще раз спасибо. И до скорых встреч. Перекладим и заканчиваем. Всем пока.